друзья всем привет сегодня будет маленький коротенький видеоролик как вы помните я приобретал себе антиструс супер рэд вуаль покупал 4 штучки в общем они подросли хотел эти рыбки пустить на производ но бывает такое что не все идет по плану в общем из этих четырех штучек у меня получилось что все четыре самца я их рассадил сейчас по аквариуму и в одном аквариуме оставил такого самого подходящего такого можно сказать альфа-самца который мне больше всего понравился и для него буду искать уже самочку ну а сейчас хочу в этом аквариуме сделать маленькую небольшую перестановочку и покажу вам расскажу почему вот в этом аквариуме меня подрастали анцистрасы супер рэды оставил себе вот этого самца луну на коряге сейчас попробую увеличить покажу вам его если камера невозможно увеличить закрывает его гурами он спрятался в общем не могу вам показать как более крупно в общем подготовилась полотежки себе руки вытирать сейчас отключим внутренний фильтр как же здесь сложновато все так отключили это друзья по технике безопасности в общем нужно выполнять такие вот действия отключать электрооборудование а потом уже только совать руки в воду потому что вода у нас является проводником электричеством не дай бог что нибудь с фильтром где-то будет пробивать можно все оплачено закончится я один из случаев такой знаю в принципе сейчас как бы не по теме аквариумистики но тем более вот расскажу меня знакомы поехал в деревне взял с собой надувной такой бассейн вот включили насос который погружается в колодец такой ручеек называется ну кто не знает как он выглядит можете в принципе в google битом можно найти этот ручеек значит опустили в колодец забросили шланг в этот бассейн включили в розетку водичка наполняется друг захотел помочить туда ножки присел ну и все больше нету в общем вот такой вот случай был казалось бы вот такие вот друзья плохие дела в общем сейчас переключимся на рыбку в общем что я хочу сделать здесь у меня с этой стороны видите маленькая такая трубка грот они глухие получается одной стороны глухая с этой стороны есть отверстие точно так же вот трехугольная хочу маленькую убрать потому что анциструс когда туда помещается он сам туда чуть вмещается а если допустим придется не листиться то самка вдвоем они там никак не месяца поэтому я решил маленький отсюда убрать он как бы в принципе здесь не нужен а вот этот вот большой трехугольный поместить туда под корягу потому что здесь каждая сторона вот в этом треугольнике где-то приблизительно равна трем сантиметрам то есть в таком вот трехугольнике для хорошего крупного анциструса и вполне такой немаленькой самочки будет вполне нормально и комфортно для того чтобы там можно было отложить икру удотворить ее и самец мог дальше спокойно там ухаживается за этой икру сейчас немножко приподнимем коряжку она нам не мешала достанем вот он вот он красавица ци танцы струс вообще улет просто не рыбка класс вот хочу еще самочку прикупить только не знаю как это вырваться съездить кстати вспомнил под называется магазин минске магазин называется ребята в общем не считать это за рекламу это магазин называется аквахвост именно в этот магазин я и хочу съездить посмотреть в общем это не реклама это просто если уж рассказываю что и как планируется как достали в общем одну трубочку сейчас мы вот эту трубочку я хочу поместить именно сюда вот опять же под эту коряжку мне как-то вот больше нравится здесь месторасположение так товарищ убирай свой хвост немножко красавца этого в сторонку и коряжку снова положим меняли это дело сейчас я думаю будет как бы вполне нормально трубка для нереста анциструсов я смотрел наблюдал в общем за ним довольно часто пытался примерить вот эту трубку бедолага голова вмещалась там с пролезал трубочку не знаю пока оставим положим в коробочку до лучшего времен может быть куда-нибудь да приводится в общем получился вот такой вот пейзаж аквариумный вот это то что я хотел сделать на данную минуту накрыл аквариум покрывным стеклом здесь у меня зазоры кстати есть это специально для вентиляции вот это отверстие это не для того чтобы полисовать здесь и через это отверстие камеру рыбку стекло всегда смещая немножко левее вот если у меня фильтр стоит с этой стороны ставлю сюда его вплотную к стенке аквариума если допустим стоит фильтр с этой стороны то смещаю в эту сторону такие вот держатели и на таких вот держателях лежит у меня стекло смещаю я его для того чтобы брызги не вылетали сюда потому что стекает это все по стенкам аквариума и потом как-то неэстетично некрасиво смотрится соляные раз разводы стекает вода потому что эти пузырит идет аэрация вот летят мелкие капельки вот на стекле вот уже видно и точно даже через вот щель между стекол она капала всегда и по стеклу были некрасивые разводы и ложек сегодня делал подмену воды почистил стенки аквариума зеленого налета стало более красиво более приятно глазу как бы более эстетично и выловил всех практически всех малышей меченоса живородки здесь остался наверно один где-то он плавал вот вот он прятался все в корягах ну ничего доберемся и до него возможно это будет при следующей подмене и останутся здесь чисто циклиды и вот у меня лорикарий три штуки осталось также там еще анциструс спрятался за трубками сидит вот и все вот такой вот 100 литровый аквариум получится можно сказать практически пустой без малого циклиник в общем это все на сегодняшний день что я собирался сделать ну а так в планах вот если завтра получится буду идти после работы если не совсем поздно у меня получается остановка за таким лесочком а через лесочек уже потом дорога и вы дороги там то есть можно найти крапивы хочу взять рвать крапивы шпарить ее и уже покормить своих аквариумных обитателей крапивы между прочим крапива полезно для жкт рыбок на этом друзья у меня все будем с вами прощаться всем отличного настроения удачи в аквариумистике пока